Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня вашему вниманию хочу представить доклад «Совершенствование системы индивидуального дозиметрического контроля нейтронного излучения на объектах использования атомной энергии». Меня зовут Пушкина Мария, я являюсь младшим научным сотрудником Института промышленной экологии Российской Академии наук. Говоря об актуальности данной работы, следует сказать, что энергетические зависимости индивидуальных дозиметров, которые сегодня используются на предприятиях объектов использования атомной энергии, имеют значительное расхлаждение с удельной эффективной дозой либо удельным амбиентным эквивалентом дозы. Стоит также отметить, что вообще на объектах использования атомной энергии мы можем встретиться с нейтроном излучения при работах в помещениях, примыкающих к биологической защите реактора, работы с радионуклидными источниками и работы с АЯД. И дальше будет еще показано не только с отработавшим ядерным топливом, но и также со свежим, так как на биоярской атомной электростанции на складах свежего топлива присутствуют новые типы топлива, которые содержат большое количество путония, способного излучать нейтроны. Хочется сказать, что в преддверии данной работы, практической я имею в виду, были проведены теоретические расчеты, показывающие, что для спектров нейтронного излучения, полученных на разных типах реакторных установок, присущие для индивидуальных дозиметров различные коэффициенты. То есть, что это значит? Что при калибровке индивидуальных дозиметров либо при поверке их на каких-то стандартных радионуклидных источниках в реальных полях мы будем получать совершенно отличные значения от тех, которые там должны быть. Это все связано с тем, что действительно индивидуальные дозиметры в силу своей конструкции не способны в полной мере оценивать индивидуальную дозу на персонал в полях, отличных от калибровочных. Стоит отметить, что для решения этой проблемы применяются зачастую спектрометры, способны измерять плотность потока нейтронного излучения на конкретных местах. Так, в 1960 году был разработан первый мультисферный спектрометр. И в нашей стране такой спектрометр производился компанией Доза. Однако до недавнего времени данный прибор в первых являлся единственным, и не было возобновлено его поддержание, и он был исключен из госреестра. В связи с этим возникла потребность в разработке нового прибора, который бы позволил в полной мере производить оценки не только физических характеристик, плотности потока нейтронного излучения, но и дозиметрических характеристик. Так, совместно с предприятием Атомтех Беларусь был разработан спектрометр, также на основе сфер Боннера, в состав которого входит детектор типовых нейтронов на основе ГЕЛИ-3 и набор полиэтиленовых сфер замедлителей различных диаметров. Различных диаметров. Вот тут у нас присутствуют сферы с диаметром от 3 дюймов до 12. Естественно, к данному спектрометру была разработана методика выполнения измерений. Этот прибор был внесен в госреестр, и сейчас можно пользоваться. Методика проведения измерения плотности потока нейтронного излучения на объектах использования атомной энергии представляет собой следующий алгоритм. Это измерение скорости счета с помощью, скорости счета нейтронов с помощью прибора. То есть отдельно для каждой сферы, с каждой сферой мы производим. Измерение скорости счета, затем представляем искомый спектр в виде суперпозиции трех спектров. Это спектр тепловых нейтронов. Вот на данном графике можем видеть зеленым цветом спектр нейтронов промежуточных энергий и спектр нейтронов высоких энергий, быстрые нейтроны. Путем варьирования высоты, пика, его положения мы можем получить такой спектр, который не отличался бы от того, который присутствует на рабочем месте. Таким способом мы, собственно, и определяем искомый спектр на рабочем месте. Естественно, после того, как данный прибор был разработан, изготовлен и поставлен к нам, мы провели модельные эксперименты в известных полях радионуклийных источников, таких как путоний берелевый источник на основе путония-239, который является альфа-Н источником, и источник спонтанного отделения Калифорния-252. Данный источник имеет известную интенсивность и также на дозы на расстоянии 1 метр от источника. Был проведен эксперимент следующим образом. Источник располагался на треноге на расстоянии 1,5 метра от поверхности пола в достаточно большом пространстве. Расстояние до стен потолка составляло порядка 3 метров. И на расстоянии 1 метр от этого источника, так чтобы центр детектора совпадал с центром источника, были проведены измерения скорости счета. По данным измерениям были восстановлены значения плотности потока нейтронного излучения. На данных графиках видно, что, во-первых, приведен экспериментальный спектр, обозначенный черным цветом, и условно-истинный спектр, который был взят из литературных данных, обозначен красным цветом. Хорошо видно, что у нас совпадают энергии пиков. По ширине немного различаются, но тем не менее стоит отметить, что как для путаниберелевого источника, так и для калифорниевого у нас присутствует типовая составляющая, которой для справочных данных нет. Это связано, естественно, с тем, что в помещении нейтроны способны рассеиваться, при рассеянии они достигают тепловых энергий, и вот формируется пик тепловых нейтронов. В случае литературных данных данный пик просто не учитывается. Также проведено исследование основных характеристик для данных спектров, было сравнение плотности потока интегральной, то есть по всему спектру, и мощность амбьентного эквивалента тоза. Видно, что значение с хорошей долей достоверностью совпадает. Собственно, на основе этого эксперимента и была разработана методика определения энергетического распределения плотности потока, которая была тестована и теперь может быть использована. Затем мы решили провести измерения уже непосредственно на объектах использования атомной энергии. первым пилотным проектом были измерения на Белоярской авиации. Продолжение следует...